всем привет друзья добро пожаловать на мой канал меня зовут катя если вы здесь впервые пожалуйста не забудьте подписаться оцените это видео непременно и конечно же нажмите на колокольчик чтобы не пропускать мои загрузки я загружаю очень часто от 3 до 7 раз в неделю итак друзья сегодня видео которое я уже планировала снять какое-то время но я ждала заказиков ждала заказиков и у меня набралось достаточное количество парфюмов за эти два месяца то есть вот эти все я приобрела за последние два месяца их довольно много они далеко не все дорогие здесь есть парочка таких дорогих остальные все как бы очень-очень доступные по цене у меня здесь и ниша и дизайнерские да и ниша и дизайнер и бюджет так что давайте начинать вы знаете как я люблю парфюм последнее время я увлеклась уже второй год я собираю свою коллекцию у меня очень хорошая коллекция мне она очень нравится я действительно ей наслаждаюсь вот поэтому но друзья я вам хочу сказать что я люблю покупать слепую сейчас я вам скажу значит из этих всех друзья я все кроме одного да все кроме ну хорошо все кроме двух я купила вслепую не знаю как они пахнут поэтому этим и интереснее я люблю сюрпризы и мне это как бы нравится как раз покупать и как бы открывать и думать о ничего себе классно или отстой классно ли отстой итак первый парфюм я уверена если вы вращаетесь в значит о сообществе фрагрантик и так далее вы наверняка знаете если вы любите парфюм вот этого плохого парнишку это от бренда латафа и он называется раба посмотрите друзья какая невероятной красоты просто упаковка это парфюм восточные и вот я не знаю будет ли видно камере это голографическая штука смотрите это 3d 3d вообще классно очень красивое оформление огромная упаковка сделано это все в арабских эмиратах насколько я понимаю в дубае так давайте открывать это я купила вслепую под влиянием ютюберов то есть я уже не первый раз видела как тот нахваливает этот парфюм и он стоит очень дешево он стоит совершенно не дорого здесь 100 миллилитров более того он идет еще с парфюмированным спреем в придачу вот я думаю ну хорошо я попробую потому что ребята говорили что он хоть стоит очень дешево он пахнет дорого то есть он не пахнет на свои деньги понимаете поэтому это очень хороший аргумент я не хочу когда покупать дешевый парфюм чтобы он еще и пахнет дешево нет спасибо если он стоит дешево а пахнет дорого да тогда мы его готовы попробовать итак смотрите значит сейчас вам покажу как он выглядит вот такая вот упаковка вот смотрите да классный такого цвета богатого как коньяк да сок внутри и еще вот такой вот маленький парфюмерный спрей шел бесплатно в подарок тоже там вместе и я знаете вот этот как хочу использовать как бы как в качестве парфюма для волос можно использовать либо на тело точно так же вот замечательно здесь у нас сколько миллилитров получается даже не знаю друзья так этот парфюм нот следующий ваниль уд сахар ладан сандал и мускус да сандал и мускус я вы когда первый раз получила и понюхала его я обалдела друзья если вы любите такого рода ароматы гурманские такие теплые осенние зимние великолепные вкусные совершенно потрясающей красоты ароматы друзья купите ракбу от бренда латаф латафа же называется да он стоит каких-то смешных совершенно денег за 100 миллилитров он пахнет великолепно я так благодарна этим людям которые его рекомендовали я уж не помню кто там его упоминал но и они просто упоминали о не один раз я там первый раз этом прослушала второй раз третий раз тоже а потом думаю чуть они постоянно про него говорят надо мне посмотреть и вот друзья я его нашла его купила так рада я его вчера носила он долги он держится до весь рабочий день он держится поэтому а стойкость у него точно также хорошая более того и комплимент получила и вообще никогда комплимент по поводу парфюма очень редко когда получаю да особенно сейчас да вот поэтому получить еще и комплимент это вообще вдвойне дорого стоит вот так что раба от латафа все правда что они про него говорят замечательный совершенно смешенно замечательный восточный парфюм так идем дальше значит следующий парфюм тоже купленный вслепую который я тоже очень долго хотела высматривала он очень он постоянно распродается вот это мега популярный парфюм от бренда зержов к самарате линия и его конечно же либо любят либо ненавидят это друзья знаменитая италика у меня 30 миллилитров вот такая вот потрясающая совершенно упаковка у зержа всегда вот так вот открываете и он такой вот весь бордовенький ой но он сидит там кашку вот достала первого достать не могла в общем вот такая вот красота видите как красиво переливаются буквы короче значит те которые его терпеть не могут ну как бы сказать купили вслепую именно он им не понравился они говорят что он пахнет как пыльная свечка представляете пыльная свечка ну которая как бы со вкусом да чего-то поэтому я боялась если честно его покупать потому что я слышала 50 на 50 отзывы кто-то его считает гурманским парфюмом номер один в мире в принципе вообще и жить без него не может а кому-то он пыльная свечка которую от которой они избавиться хотят и пожалели что столько денег потратили так что это был риск своего рода ноты следующие миндаль молоко шафран тофи бурбонская ваниль белый мускус и сандал я поверила тем людям которые с которыми у меня вкус совпадает как мне кажется то есть по их видео я значит то что они мне рекомендуют мне обычно всегда нравится поэтому а те которые говорили что им не понравился у меня с ними вкус не совсем совпадает поэтому у меня была надежда итак друзья я когда он мне пришел я его понюхала если честно я обалдела потому что я не знала что думать это настолько странный парфюм но я не делать поспешных выводов во первых я я сначала подумала о вот это да он мне я не могу сказать что он мне нравится представляете какое было мое разочарование но вы когда подождете начну его брызните он странный он странный он пахнет непонятно чем то ли он вкусный то ли он какой-то макарон но не то что макарона такой как бы не сладкий совершенно да то есть это гурман какой же это гурманский аромат а вот такой это настолько прекрасный запах друзья вы просто подождите чуть-чуть совсем он с вашей кожи он разогреется и он вы будете пахнуть как кондитерская как миндальная печенюшка которую все захотят скушать по крайней мере подойти понюхать так точно очень стойкий как и все за ржав да у меня уже это значит по моему у меня есть лира у меня есть дольче амалфи и вот это у меня третий у меня еще глаза я смотрю там за кое-какими еще из косамарате линии вот поэтому замечательный просто потрясающий запах мне он очень-очень нравится я очень рада что я его приобрела и он постоянно конечно распродается потому что это шедевр ничего такого я не нюхала никогда это прежде всего миндальный безусловно аромат если вы не любите миндаль ни в коем случае вы не покупайте если вы любите миндаль я вам его рекомендую и миндаль это значит молочный такой да поэтому он очень интересный я бы не советовала его вслепую покупать многие рекомендуют его покупать слепую ни в коем случае не покупайте его вслепую это не для всех однозначно но для меня сто процентов итак это италика от бренда сержов идем дальше и вообще друзья когда покупаю вслепую у меня в основном 9 из 10 случаев мне мне нравится то есть я как бы как-то вот так подгадываю что у меня всегда удачно в основном получается покупки так следующий аромат этот у меня был это была покупка не вслепую у меня был пробник и это мой мой любимый elizabeth and james и это nirvana black называется elizabeth and james это бренд mary kate и эшу олсен девчонок которые снимались помните в фильмах детских да помните таких двух близняшек у них есть своя линия одежды это дизайнерский аромат и вот у них есть свои потрясающие совершенно упаковку очень мне нравится очень стильно выглядит как такая фляжка здесь 30 миллилитров такая все ребристая у меня был пробник этого аромата и конечно же я его обожаю поэтому я его и приобрела значит ноты всегда у них три в ароматах этим они тоже популярны сандал ваниль и фиалка потрясающе теплый вечерний ванильный аромат очень очень крутой как и все вот из этой линейки у меня есть бурбон вот и у меня есть аметист потрясающе совершенно и по моему вот это вот у меня 3 или еще у меня какой то есть не помню вот вот три получается с этим в общем друзья очень недорого они стоят они очень часто бывают на распродаже так что присмотритесь elizabeth and james великолепный великолепный дизайнерский аромат но у него не мне кажется у него довольно низшего звучания поэтому я их обожаю обожаю единственное что у них могут быть проблемы со стойкостью да со стойкостью они как бы не совсем но не будут у вас держаться там по 8 по 10 часов скорее всего поэтому имейте это ввиду но они стоят недорого вот так что это нирвана black идем дальше следующая покупка была вслепую и это друзья мужской аромат от бренда мюглер тери муглер который к сожалению от нас ушел не так давно получается где-то наверно недели три эту месяц назад его не стало да вот но его идея жива и его бренд продолжает процветать это наш это просто один из самых популярных мужских ароматов от него пиор хадан он называется аромат я так понимаю который вдохновлен наверное кубой скорее всего да то есть это как бы табачный аромат но это следующее белый мед табак ваниль какао пачули амбра французский лабдану и стиракс знаете что друзья это тоже значит смотрите я его когда он никогда пришел во первых мне это 100 миллилитров друзья тоже его очень сложно найти достать так как это по моему возможно даже они его больше не делают не производили они его делают в общем на сайте было указано что только один можно купить на человека представляете то есть это как бы раритет может сказать его моментально распродают начнем с упаковки не не нравится эта упаковка это как будто знаете она такая прорезиненная и то есть получается вот на эту штучку нажимаете и он выходит да то есть у него это это как вне крышка вот вот нажимаете и он выпрыскивается брызгалка вообще ужасно как бы плохого качества упаковка вообще нет 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 им надо переделать упаковка если они когда-нибудь этот аромат допустим решат перевыпустит в общем друзья я его брызнула и все что я чувствовала это вишня причем когда первый раз убрызгала это был не это было не вишня классно а это был сироп от кашля вишневый такой медицинский я когда побрызгала первый раз я думаю боже какой кошмар мне вообще не нравится то есть я думаю так спокойно-спокойно-спокойно-спокойно надо подождать надо чтобы он поработал с химией надо чтобы он нагрелся значит тепло тело его разогрела да и тогда он полностью раскроется на первый нюх он мне вообще не понравился это был каф сироп то есть это как бы сироп от кашля со вкусом медицинского этой вишни нет нет еще раз нет но друзья это только первое впечатление также как италика мне не понравилось изначально это вот я ничего кроме вишни в нем не ощущаю это чисто для меня вишневый аромат как ни странно вот это какое-то сочетание нот здесь вишни вообще нет не заявлено абсолютно а для меня как вишней пахнет и все в общем он мне нравится друзья это вишневый аромат для меня но абсолютно не стойкий это туалетная вода правда но друзья вроде как мюглер он же должен быть стойки этот не стойки абсолютно максимум наверное максимум пару часов там ну вообще самый сам максимум четыре часа наверное держится на коже потом я вообще не ощущаю со стойкостью беда со стойкостью беда поэтому как аромату мне нравится но если он абсолютно не стойкий я бы его наверное подумала покупать его вновь поэтому имейте ввиду вообще конечно легендарный аромат его очень много обожают и рекомендуют это классика считается поэтому такие прогибки от мюглер так дальше следующий аромат от бренда фреш тоже слепую это я уже покупала здесь у нас на сифоре и и это аромат который занял какие там почетные места и награды получил в каких там номинациях короче вот этот у них это называется грейпфрут запах это парфюмы здесь 30 миллилитров больше у них никаких размеров не было только 30 миллилитров ноты следующие грейпфрут апельсин лимон бергамот джасмин лотос ревень мускус и персик короче они пошли на скидку представляете я их они у меня были в вишлисте я смотрю они на распродаже я думаю это очень хороший шанс попробовать эти парфюмы потому что я была на 80 на 90 может даже на 90 процентов уверена что они мне понравятся так как у меня сейчас есть пробник от бренда фреш и он называется сахар да и он великолепный поэтому у них все ароматы они похожи немножечко как бы в том плане что они цитрусово-сахарные такие это то что я просто обожаю на лето это идеальный вариант поэтому грейпфрут когда мне пришел и сейчас я вам покажу как он выглядит во первых такой вот маленький хорошенький мне очень нравится такие аптекарские упаковки в них минималистичные симпатичные вот и поэтому когда мне пришел я у понюхала сейчас его понюхала у меня слезы счастья на глаза выступили это совершенно реалистичный запах грейпфрута который вот прям при вас здесь нарезают вот это вот все вот это вот корка сок брызжет радостный солнечный счастливый летний аромат я очень рада его купить было по скидке тем более он быстро распродался моментально буквально поэтому если у вас есть бренд фреш попробуйте если вы любите цитрусовые солнечные ароматы такие ароматы просто я его понюхала у меня просто настроение вот с такого на топ-левел поднимается вот поэтому это номер один великолепие сплошное и дальше еще один аромат был на скидке тоже такой же только другой тоже бренда фреш тоже 30 миллилитров парфюм сахар личи сахар личи значит ноты следующие лимон грейпфрут цветок липы личи фрезия лотос бобы тонко амбра и сандал вы видите да верхние ноты то что я люблю цитрусы поэтому и сахар да поэтому у меня точно также были большие надежды на этот аромат он выглядит вот так вот да тоже такая же упаковочка и значит нюхаю я его и улыбка без сомнения не покинет больше меня потому что это во первых это тоже цитрус но это еще и сладость это еще и легкость это воздушный сладко-цитрусовый аромат теперь я хочу все из их линии у меня уже там ну у мишлистей лежат но те не были на распродаже вот эти два были поэтому я эти пока купила я конечно в полном восторге это еще и парфюмы друзья я знаю что вот тот пробник у меня он очень стойкий на самом деле он весь день на мне держится поэтому я думаю что с этими эти не будут исключением поэтому такие пироги и такие пироги идем дальше я просто открыл для себя новый вот этот бренд любимый фрэш поэтому а я вам не сказала что это на самом деле бренд который делает уходовую косметику в основном но вот у них есть еще и парфюмерная линия на сифоре здесь у нас продается дальше значит смотрите этот как бы был не совсем слепую следующий я как бы его в магазине увидела по очень хорошей цене и я думаю вроде он должен мне понравиться по описанию и этот бренд я обожаю но я пошла в сифору и понюхала его прежде чем покупать все таки это от бренда майзон маржела реплика линия да и это андер ламон 3 то есть это под лимонными деревьями маленькая версия туалетная вода в 30 миллилитров ноты следующие лайм петтигрейн кардамон зеленый чай матэ кориандр белый мускус кедр и роза у меня на самом деле я очень люблю этот бренд но у меня ничего от них вот прям в полном варианте нет это первый в полном варианте поэтому сейчас вам покажу как выглядит бутылочка очаровательна вот такая вот малышечка и у них нет как бы у этих бутылков у них нет кепа да то есть крышечки то есть вот вы достаете и вот так вот его брызгаете шикарный еще один шикарный аромат вот если вы любите лимоны друзья вот такие вот свежие всякие запахи это лимон но это такой лимон с древесными нотками вот я вижу здесь кедр да и это правда зеленый чай точно так же можно угадать никакой розы здесь я не ощущаю не чувствую розы совсем лайм скорее нет чем да для меня это в основном лимонно-древесный аромат идеальный на лето я уже вот прям уже представляю как я его буду носить он очень освежающий он великолепный он прекрасный он просто 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 восторг просто восторг и я его еще по такой хорошей цене купила на большой скидке точно так же поэтому under the lemon trees еще один хит но я друзья так и подозревала потому что ноты сами понимаете когда вижу лайм а вы уже это говорили да лайм все когда вижу лайм это уже пол не могу обратно засунуть это уже все пол победы точно мне скорее всего понравится так дальше короче на еще одном сайте который над которым я покупаю всякие парфюмы он как бы дисконтный сайт на нем была распродажа конкретного бренда бренда который меня интересовал точно так же у меня он был в вишлисте там была распродажа покупаешь 2 от этого бренда и 2 будет с 40% скидкой то есть очень очень хорошая выгода была и я решила я хочу попробовать потому что на самом деле у вас этот бренд точно так же продается вот дайте знать если у вас он есть если вы что-то пробовали от него это французский парфюмерный дом называется он то есть дом ванили буквально и на самом деле у меня там был большой список у них очень много всяких ванильных именно ароматов я очень люблю ванильные ароматы и я выбрала как бы вот 4 они очень недорого стоят они очень бюджетные а еще представляете если 2 были по 40% скидке я думаю ну конечно они вообще каких-то смешных денег стоят короче это парфюмы первый который я выбрала это мадагаскарская ваниль от этого бренда мадагаскарская ваниль ноты следующие лаванда бергамот ламданум кориандр герань ваниль значит бутыльки выглядят вот таким образом как бы такие металлические да немножечко это а нет туалетная вода это все друзья туалетная вода туалетная вода не парфюмы если вы любите гурманские ванильные ароматы сладости вам сюда короче я когда первый раз понюхала лаванда вот здесь ощущается да когда вы брызгаете лаванда прям вот вы как будто на вас лавандой брызнули а не гурманским парфюмом но это все как бы быстро уходит эти верхние ноты лаванда бергамот я не знаю где там бергамот во-первых этот парфюм туалетная вода невероятно по стойкости я его нанесла утром я до ночи пока не пошла мыться я его на себя ощущала при этом друзья вы думаете что он сидит чисто на коже у вас у вас под носом и вы как бы вот вы его чувствуете и больше никто на самом деле это не так потому что вы когда начинаете допустим там у вас тело разогревается немножко он такую ауру арома создает вокруг вас что человек заходит в комнату и вы такой сидите и вот со мной случилось да и я на мне уже это эта туалетная вода вода была наверное часов 8 представляете человек заходит и говорит здесь кто-то ванильным парфюмом набрызгался я говорю ничего себе не может быть настолько стойкая стойкая туалетная вода это просто невероятно он как парфюм держится поэтому друзья по такой цене с таким качеством он пахнет абсолютно натурально никакой синтетики в них нет в этих парфюмах вот этот мадагаскарская ваниль мой любимый из тех четырех которые я купила сейчас вам про другие расскажу поэтому я вам советую единственное что нот много ноты разные все что я чувствую по прошествии времени буквально сразу это ваниль то есть это приятная кондитерская ваниль такая вот лакомство такое и вы будете так пахнуть и вы будете все время это на себе ощущать но как бы это абсолютно не создает никакой головной боли или как-то раздражает абсолютно нет наоборот уютная такая ванилька вот так что мадагаскарская моя самая любимая дальше следующая была мексиканская ваниль вот такая мексиканская ваниль ноты бергамот жасмин роза ваниль апопонакс пачули и ирис это ваниль немножко другая она как бы действительно вот здесь написано нуар да то есть темная ваниль мексики и она действительно вы ощущаете пачули пачули придает шоколадность этой ванили значит точно так же они все очень стойки короче проблема этих этих туалетных вот следующая эти ноты вы можете даже на них как бы особое внимание обращать потому что по итогу это все просто будет пахнуть на вас как ваниль я не буду повторяться в общем вы поняли да но тем не менее мне это тоже очень понравилось ваниль мексиканская очень интересная обычно немножечко другая дальше следующая ваниль ваниль цветков таити вот так вот выглядит эти у этой ноты были следующие амбра бергамот иланг иланг кедр ваниль бобы тонко бензоин и ладан вот так вот выглядит точно так же таитянская таитянская правильно говорит ваниль и это мне вот я когда нюхал в колпачок фу пахнет отвратительно совершенно но друзья я когда первый раз побрызгала даже не поняла чем он пахнет ничем как будто бы не пахнет этот вот запах конкретно но на самом деле поносите его и он точно так же будет просто на вас пахнуть печенюшной ванилью поэтому я говорю что эти все запахи хоть и разные у них ноты но по итогу вы просто будете пахнуть как сладенькая дорожная картошка так и короче последний четвертый ваниль тропиков тропическая ваниль вот это вот это и у этой ноты следующий амбра амбра жасмин тубероза гиацинт ваниль гелиотроп гордения и жасмин ноты уже совершенно другие вы можете угадывать что это скорее всего будет цветочный парфюм так вот он выглядит так сейчас у меня выглядит камера я к вам вернусь так немножечко не успели мы уложиться в полчаса но мы в этих парфюмерных видео никогда я болтать люблю никогда не укладываемся поэтому значит ваниль тропическая это вы уже по нотам видите что она очень очень цветочна это для меня нет как бы объективно это хороший запах если вы любите такие цветочные ароматы но на самом деле для меня он не подошел к сожалению я его подарю маме может быть потому что я думаю что ей он очень понравится но к сожалению для меня это был неудачный вариант но извините меня три из четырех удачный поэтому это конечно ничего страшного это хороший запах но кстати говоря у него очень хорошее ревью вот я сейчас глянула буквально на одну минуту там фрагрантику русскую да и все прям таки восторгаются именно вот этим вот что он там нежный такой цветочный нежный и так далее наверное но чисто вот эти цветы это не моя тема поэтому это не для меня к сожалению а вообще друзья хороший парфюмерный дом очень натуральная ваниль очень хорошие цены привлекательные поэтому ваниль бюджетная это вот к ним это к ним вот у меня еще в Вишлисте есть кое-какие от них ароматы поэтому я когда там посмотрим потом когда-нибудь в будущем еще планирую что-нибудь от них приобрести пока этих хватит вот ну вообще их 30 миллилитров всего поэтому так друзья это по моему все надеюсь я ничего не забыла вам показать рассказать подписывайтесь обязательно я парфюмерные видео снимаю теперь уже на регулярных основах и более того я уже запланировала у меня будет скоро новое парфюмерное видео поэтому оставайтесь с нашей замечательной компанией пишите какие ароматы эти из этих вы пробовали может быть вы что-то мне порекомендуете я всегда на охоте за лавандовыми ароматами и за вишневыми ароматами так как Lost Cherry от Tom Ford я пока не могу решиться купить потому что он дико дорого стоит но я его дико обожаю просто поэтому у меня вот такая дилемма так может быть вы какие-то аналоги знаете да и так друзья спасибо вам еще раз увидимся в ближайшем будущем я надеюсь и всего хорошего пока 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 я